ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Ну а если видео такого плана вам понравится, не забывайте написать в комментарии, и такие выпуски будут выходить гораздо чаще. Итак, поехали! В игре PUBG Mobile довольно большое количество транспортных средств. Это два мотоцикла, двухколесный и трехколесный с коляской, багги, легковой автомобиль дача, военный уазик, пикап и автобус. Последние два можно встретить только на пустынной карте Мирамар. Ну и, конечно же, кайзер. Транспорт используют в игре все, но важно знать, насколько прочен тот или иной вид транспорта. Давайте по порядку. Я провел эксперимент, целью которого является узнать, какое же транспортное средство крепче и прочнее остальных. В нем я использовал штурмовую винтовку М416. В PUBG на ПК я уже проводил подобный эксперимент, и вы можете видеть сейчас на экране, сколько патронов с МК уходит на то, чтобы взорвать машину или катер. Давайте же посмотрим, как отличаются эти данные в PUBG Mobile. Сначала проверим трехколесный мотоцикл с коляской. И на то, чтобы его взорвать, понадобилось 25 патронов из М416. Теперь очередь двухколесного. На него пришлось потратить чуть меньше, а именно 23 патрона. Теперь баги. 38 патронов с МК ушло на то, чтобы взорвать баги. Ну и конечно же УАЗик. Аж 49 патронов ушло на то, чтобы его взорвать. Ну и последний вид транспорта на Эрангеле это Дача. 45 патронов из МК до полного уничтожения. Ну и катер взрывается всего лишь с 19 патронов. Прежде чем мы подведем итог, давайте проверим транспорт с пустынной карты. Первый расстреляем пикап. На него ушло ровно 30 патронов. Ну и конечно же интересно, сколько уйдет у нас на автобус. Ведь он в PUBG на ПК является самым бронированным транспортом в игре. И чтобы его взорвать, ушло всего лишь 44 патрона. Теперь давайте подведем общий итог. Судя по этой таблице, мы видим, что УАЗик в обоих версиях одинаково прочный. Баги в ПК-версии чуть прочнее, чем мобильные. Дача почти одинаково, но на ПК-версии чуть покрепче. Оба мотоцикла практически одинаково слабые в обоих версиях. Ну а катер вообще какой-то вафельной мобильной версии. Всего лишь 19 патронов необходимо, чтобы его взорвать. По сравнению с ПК, где нужно 37. Меня поразила прочность, а точнее ее отсутствие у пикапа и автобуса. Ведь в первом эксперименте на ПК, пикап был гораздо прочнее УАЗика. И на автобусы вовсе уходило более 90 патронов. Непонятно почему их сделали настолько хлипкими в мобильной версии. Так что если вы видите автобус или пикап на пустынной карте, смело пробуйте его взрывать. Потому что времени и патронов потратите не больше, чем на УАЗ или Дачу. Ну и тут уж сами выбирайте, какой транспорт лучше использовать самому. Перейдем к следующему. Не бойтесь прыгать с движущегося транспортного средства. Порой бывают моменты, когда вы мчитесь в сторону противника и просто не успеваете затормозить. А биться надо. Правда на мотоцикле желательно, чтобы скорость была не выше 80 км в час. Такой прием может помочь вам внезапно убить противника, который вряд ли ожидает, что вы на полном ходу выпрыгнете из тачки или мотика. Правильно занятая позиция – один из главных факторов для победы. Особенно если речь идет о мосту Сосновки. На западном мосту есть камаз с ковшом, в который вы можете легко залезть. Лучше всего, конечно, если при этом вы еще перекроете проезд двумя, а лучше тремя тачками. Тогда никто не сможет проехать мимо вас. Также можно забраться на балку моста, куда, как правило, никто не смотрит, а вам будет видно всех. Ну и что касается нычек. Я уже давно обнаружил ее на ПК-версии, но решил попробовать проверить в мобильной. И оказалось, что она также круто работает. Нычка эта на карте Миромар. Речь идет вот о таких вот вышках. Подгоняйте к тачку к лестнице и забирайтесь на самый верх, откуда у вас открывается отличнейший вид на всю пустыню. А если у вас есть еще и восьмикратный прицел где-то, так вообще можно только там и сидеть. Очень часто в конце матча безопасная зона сходится не так, как нам бы хотелось. И частенько она выпадает на поле, где толком нет укрытия. Никогда не пренеберегайте тачками. Укройте машиной опасное направление, но главное не забудьте ее взорвать. Это обязательно, так как вашу машину может взорвать противник, и вы от этого пострадаете. Плюс за горящей машиной врагу тяжелее вас разглядеть. А если играете командой, лучше вообще забаррикадироваться сразу несколькими машинами. Ну и перейдем к крайнему лайфхаку на сегодня. На карте Ирангель есть место призом. И часто бывает, что лутая тюрьму, вам срочно нужно вниз. Спасти товарища или скрыться от штурмующих. Вы, конечно, можете просто спрыгнуть вниз, дамаг нанесется, но не сильный. Но можно поступить чуть иначе. Боком запрыгиваете на парапет, разгоняетесь и прыгаете на ангар, где можно занять хорошую и скрытную позицию. Причем можно даже прыгать с ангара на ангар, если хорошо разогнаться. Напишите в комментарии под этим роликом, полезна ли для вас была информация в этом видео. Или вы опытный игрок, или уже все это знаете. Ну, в любом случае, если хотите больше выпусков с лайфхаками, нычками и советами по игре, также пишите в коммент и ставьте лайк. Также не забывайте подписываться на канал, если все еще этого не сделали, и на второй канал, где проходят стримы по PUBG Mobile и не только. А у меня на этом все, с вами был Маламадрас, увидимся в новом ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...